Говорит Черкесск В студии известнями Республики Рита Нерова. Здравствуйте! И вот главные темы выпуска. В текущем году Карачаево-Черкесия включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда». Предприятие «Кавказцемент» провело модернизацию печной линии, тем самым усовершенствовало работу. К 200-летию республиканской столицы полностью будет отремонтирован городской дворец культуры. И в музее-заповеднике имени Марии Байчорова и Черкеска проходит выставка изделий народных художественных промыслов. Далее подробно. Руководитель региона Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснулиным. Ключевой темой разговора стала реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги на территории российских субъектов». В этом году в Карачаево-Черкесии в рамках реализации нацпроекта будет отремонтировано 43 километра автомобильных дорог и 4 моста. До 2024 года в республике будет капитально отремонтировано и приведено в нормативное состояние 50% межрегиональных муниципальных дорог и 85% дорог в Черкесске. Отмечено, что работа по развитию дорожной отрасли в Карачаево-Черкесии будет продолжена. До 1 сентября текущего года будет разработана и утверждена программа дорожного строительства в республике на 5 лет с 2023 по 2027 годы с указанием объектов дорожного строительства. Она будет синхронизирована с нацпроектом «Безопасные качественные дороги». В текущем году Карачаево-Черкесия включилась в реализацию национального проекта «Производительность труда». К 2024 году в его реализацию планируют вовлечь 13 компаний региона и обучить инструментам бережливого производства 280 работников предприятий и республиканских команд. Участие в нацпроекте позволит компаниям повысить эффективность работы, сократить издержки производства, ускорить производственные процессы и улучшить финансовые показатели. Кроме того, предприятия, участники проекта получат доступ к льготному финансированию в рамках программы льготного кредитования Фонда развития промышленности, а также помощь в выходе на экспорт. Вместе с тем, руководители и сотрудники производства смогут пройти дополнительный углубленный курс обучения, направленный на повышение производительности труда. Первой в Карачаево-Черкесии работу по повышению производительности труда начала фирма «Сатурн». Эксперты Федерального центра компетенции вместе с рабочей командой и предприятием уже выбрали пилотный поток, на котором будут повышать эффективность с применением бережливых инструментов. Следующим предприятием, которое получит адресную помощь Федерального центра компетенции, станет строительная компания «Строяпторг». Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе «Кавказцемент» провел модернизацию печной линии, тем самым усовершенствовав работу вращающейся печи номер 2. Объем вложенных инвестиций порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, в рамках реализации программы импортозамещения руководство завода заменило плиты иностранного производства на российские. Отметим, что от работы вращающихся печей зависит качество цемента, расход топлива и электроэнергии. Статическая решетка, которую установили на нее, улучшает теплотехнические показатели ее работы, что напрямую влияет на качество клинкера. Быстрое охлаждение клинкера на 25-30% воздействует на его структуру, а следовательно и на марку цемента. В результате модернизации увеличится часовая производительность мельниц, что сэкономит электроэнергию и другие ресурсы, а это порядка 30 миллионов рублей в год. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску начаты работы по расширению дороги до четырех полос. Работы развернуты на отрезки от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и набережной столицы республики. Двухполосный участок автодороги не справлялся с транспортной нагрузкой и требовало обновления. Информацию комментирует пресс-секретарь управления автомобильных дорог Кавказ Милана Тхомукова. Проектом предусмотрено расширение и усиление дорожной одежды с устройством трех слоев асфальтобетона, где верхний щебеночно-мастичный. Помимо основного комплекса работ, дорожники отремонтируют 67 пересечений и примыканий. Во избежание размыва элементов дороги заменят 9 водопропускных труб и устроят поверхностный водоотвод закрытого типа со смотровыми колодцами. Встречные потоки разделят тросовым ограждением по оси проезжей части, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут разметку светоотражающим термопластиком. В ауле Псыш, рядом с гимназией номер 1 и дошкольно-образовательным учреждением, восстановят две площадки для кратковременной остановки автомобилей на 30 машиномест. Для жителей Черкесской и Аула переустроят 8 остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки, устроят тротуары с тактильной плиткой и перильным ограждением. Кроме того, смонтируют два пешеходных светофора с кнопкой вызова. В республиканской столице стартуют работы по благоустройству приоритетных объектов. Напомним, завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. От Карачаева-Черкесии в нем участвовали четыре населенных пункта. Это Черкесск, Карачаевск, Узжигута и поселок Медногорский у Рубского района. При выборе первоочередного объекта для благоустройства у жителей Черкеска была альтернатива между аллеей по улице Даватора в районе пограничного управления ФСБ и каскадной лестницей на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». В голосовании приняло участие порядка 8 тысяч горожан, и более 5 тысяч из них выбрали лестницу. Таким образом, реконструкция этого объекта начнется уже в следующем году. В частности, будут отремонтированы ступени и облицованы гранитным камнем, установят также фонари и современное освещение до самого моста. К 200-летию Черкеска полностью будет отремонтирован городской дворец культуры. Уже в следующем году на объекте начнутся ремонтные работы, а завершатся они к юбилею города. Здание общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров было построено почти полвека назад. Сегодня оно располагает концертным залом на 400 мест и залом торжеств, в которых проходят мероприятия городского и республиканского уровня. Во Дворце культуры занимаются творческие коллективы Черкеска. С 2012 года в нем располагается и городской отдел ЗАГСа. Комплекс запланированных работ включает в себя обновление фасада здания, ремонт хореографических залов, раздевалок, библиотеки, лестницы и многое другое. После ремонта здесь появится просторный светлый репетиционный зал. Полностью изменится функционал здания, проектно-сметная документация, включающая в себя архитектурные, конструктивные, технологические и инженерные решения по объекту уже на стадии разработки. В Карачаево-Черкесии раскрыто тяжкое преступление 20-летней давности, комментирует начальник отделения информации и общественных связей МВД Республики Евгения Узденова. В ходе работы с материалами нераскрытого уголовного отдела по изнасилованию, совершенному в 2000 году, руководством отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии было принято решение провести дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, в том числе направленные на использование возможностей исследования ДНК. 22 года назад с места происшествия были изъяты биологические материалы преступника, но технологии того времени не позволили их использовать в полной мере и установить личность насильника. В совершении преступления подозревался 19-летний мужчина, который, несмотря на показания 42-летней потерпевшей, отрицал свою вину. Оперативники установили, что в настоящее время он находится в одной из исправительных колоний за совершение другого преступления. Выехав в служебную командировку, сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии встретились с осужденным. Он, как и 20 лет назад, отрицал свою причастность. У мужчины изъяли букальные эпителии. В лаборатории экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесии провели сравнительный ДНК-анализ биологических материалов, изъятых с места происшествия в 2000 году и образцов подозреваемого. И они совпали. На основе результатов работы сотрудников уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра следователем Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии принято решение о возобновлении уголовного дела, возбужденного 11 февраля 2000 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы уже сообщали, онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Рассказывает руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В рамках культурного обмена в год столетия Карачаева-Черкесии, Габрина-Балкарии и Адыгеи в музее-заповеднике имени Марии Байчорова и Черкеска проходит выставка изделий народных художных промыслов, посвященная вековому юбилею образования Адыгеи, а также году культурного наследия народа в России. Выставка поближе познакомит с культурой братского региона. Здесь представлены уникальные изделия ручной работы, предметы домашней утвари, женские украшения, выполненные в технике, басонного плетения и сувенирную продукцию. Ежедневно с 11 до 13 часов можно будет принять участие в мастер-классах. Выставка пройдет до 18 июня и входы для всех свободны. Ну и последняя информация. На прошедшем чемпионате и первенстве Северокавказского федерального округа сборная команда Карачаева-Чикеси по легкой атлетике завоевала 20 наград различного достоинства, в частности 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые. Призерами стали Илья Шаповалов, Константин Челноков, Степан Перегудов, Арсен Ламков, Николай Миланченко, Елена Думин, Владислав Духин, Полина Липская, Кирилл Шикшаев и другие. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нерова.